Друзья, всем привет! В этом видео я покажу, как сделать такого прикольного черного кота. Отдельно будем делать лапы, отдельно будем делать голову и эти элементы уже соединять и делать туловище кота. Для этого нам понадобится проволока черного и белого цвета, пара глазок, итак, начинаем делать лапу. Сгибаем черную и белую проволочку пополам. Затем посередине проволочек белой проволокой обматываем вокруг черной, чтобы между белыми завитками просматривалась черная проволочка. Буквально четыре виточка или пять, смотрите. Затем сворачиваете пополам и у нас получается подушечка нашего кота, вот сама вот эта нижняя часть. Далее белой проволочкой продолжаем наматывать и создавать уже высокую лапу. Наш кота очень высокий. Далее белая проволочка. проволочку до конца и берем еще одну белую проволочку и обматываем сверху для того, чтобы наша лапка была более толстой и более устойчивой. Вот такая лапа у нас получилась и нам нужно сделать таких четыре штуки. Наши четыре лапы готовы. Далее делаем морду, катав. Берем две черных проволочки и в каждую сворачиваем булитку. Берем две черных проволочки. Вот таких две улитки должно получиться. Далее делаем уши. Черную проволочку разрезаем пополам. Примеряем, примерно какого размера должно быть ухо нашего кота. Далее внимательно следите за руками. тут сложно объяснить, то есть сгибаем к середине проволочки. просто смотрите и повторяйте. Вот ухо и готово. потом мы будем два элемента, вот эти две улитки будем склеивать. Осталось еще сделать белую серединку нашего уха. Для этого берем белую проволочку. отрезаем кусочек. Этот кусочек у нас должен быть сомненький пополам. И примеряем. Вот такое ухо у нас получилось. С помощью клей-пистолета склеиваем эти два элемента. Здесь я использую прозрачный термоклей. Есть еще черный термоклей. Дальше я вам покажу, где я его использую, но это не не обязательно использование черного термоклея. Так, ухо наше готово. Вот так у нас будет все лучше. И нам нужно вот таких два уха. Наши два уха готово. Там, где вы видите, проступает прозрачный клей, то что я вам говорила, это не страшно. С помощью черного маркера это все классно зарисовывается. Сзади тоже немножко. Лишнее мы отрезаем. Так, ушки готовы, делаем саму мордочку. Берем белую проволочку, сгибаем пополам и каждую половинку, сворачиваем в улитку. Пальцами немножко прижимаем и придаем желаемую форму. И примеряем. Отлично. Теперь делаем носик. Берем розовую проволочку, круглогубцами заворачиваем, кусачками отрезаем. И наш носик готов. Вот сюда мы его приклеим. Усы делаем из тонкой проволоки. Можно также использовать леску. Отрезаю 10 кусочков на усы. Отрезаю 10 кусочков на усы. делаем крепление с помощью которого мы будем крепить голову к туловищу кота берем одну проволочку сгина и закручиваем вот такая штучка получилась теперь с помощью термо пистолета склеиваем наши детали вот сейчас я взяла клей черного цвета то о чем я вам говорила ранее потому что голова черная у меня просто есть черный клей и в некоторых моментах его очень удобно использовать его абсолютно не видно сначала приклеиваем уши и наше крепление приклеиваем дальше вторую часть вторую такую черную нашу улиточку которую мы приготовили приклеиваем вот так отлично плотно прижимаем чтоб хорошенько все приклеилось вот такая голова у нас получается далее приклеиваем мордочку здесь я уже беру белый термо клей белый клей у меня очень мягкий он очень сильно тянется это не всегда удобно так плотно прижимаем нашу мордочку формируем формируем убираем остатки клея если где то есть тропинка переклеиваем носик заклеиваем носик заклеиваем носик и Приклеиваем глазки. Приклеиваем глазки. И по 5 кусиков с каждой стороны также приклеиваем с помощью клей-пистолета. Подравниваем, чтобы было красиво. Наливаем капельку клей и туда положим наши проволочки. Честно говоря, если использовать леску, в чем минус, леска будет плавиться. Наша мордочка готова. Вот голова нашего кота, лапы есть. Осталось сделать туловище. Берем 3 черные проволочки. Крепим их к голове. Приклеиваем. Придаем форму тела будущего нашего кота. Лапы попарно соединяем между собой. Просто скручиваем. Два-три раза более чем достаточно. Теперь крепим лапы в тело нашего будущего кота. Просто одеваем и закручиваем. Смотрим, где у нас должны быть задние лапы и в этом месте крепим задние лапы. Таким же образом, как мы только что прикрепили передние. Просто одеваем и приматываем к основанию тела. И в течение всего месяца. Тело и хвост сейчас мы будем придавать толщину. Просто берем по две проволочки. Берем так, чтобы было удобно. И наша задача намотать на основание, чтобы кот стал более толстым и объемным. Продолжение следует... Берем еще две проволочки и продолжаем делать нашего кота более толстым. Продолжение следует... Будущий хвост скручиваем. И еще придаем толщину нашему коту. Наматываем проволочек столько, сколько нужно будет, чтобы кот был желаемой толщины. Я смотрю, что у него еще и лапки тоненькие. Мы сейчас и лапки утолщим. И хвост сделаем более толстым с белым кончиком. Если где-то мы видим, что вылазят краешки проволочки, которые колются с помощью круглогубцев, все смело загибаем вовнутрь. Кота изгибаем, смотрим так, чтобы он был устойчивый. Вся конструкция гибкая. Вот еще хвостик толщинкий. И белый кончик. Лапа очень тонкая. Сделаем гибкой толще. У-а-а. Субтитры создавал DimaTorzok Вот таких два черных кота Василия теперь у меня есть Если тебе понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на мой канал и жми на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео Я буду показывать еще больше хитростей, что можно делать с синельной проволокой Например, использовать маркер для того, чтобы придать пикнистость игрушке В следующих видео будут зайчики Муравей Морской лев И морской конек